Друзья мои, всем привет! Это видео как бы по следам бременских музыкантов, то есть те, кто смотрели мое видео про то, о чем я говорил, кому не стоит ехать в иммиграцию в Канаду. Я так понял, что достаточно большой какой-то эмоциональный отклик вызвала история про парня, который приехал учиться в Канаду как международный international student. Давайте я буквально одну минутку расскажу тем, кто не видел это видео, для того чтобы вы имели представление о чем идет речь. Итак, парень из одной из бывших республик Советского Союза приезжает учиться в Канаду. Он поступил, родители заплатили за первый год обучения, все замечательно, прекрасно. В этот момент, буквально в самом начале обучения, начинают студентов расселять по кампусу и этому парню достается комната, которую он должен будет делить с другим молодым человеком, который, как ему кажется, ведет себя и полностью выглядит как гей. Это нашего молодого человека, нашего парня, меня как-то очень расстраивает. И рядом с ним стоит канадская девушка, которую он в сердцах говорит, что ты представляешь, вот теперь я вот с этим чудаком, так сказать, буду жить в одной комнате. Надо сказать, что канадцы, как я говорил раньше, народ достаточно законопослушный. Что делает девушка? Правильно, она идет в администрацию университета, рассказывает об этой ситуации и парня на следующий день отчисляет из университета. Почему я решил поговорить на эту тему? Потому что, когда я начал читать ваши комментарии, мне там показались целый ряд интересных мыслей, которые вы написали. В частности, например, я взял себе листочек и даже выписал их. Первое, что я увидел из обсуждения, там было написано, что с парнем поступили как-то очень излишне жестко. Ну, подумаешь, он что-то такое сказал, он не ударил этого гея, он не плюнул ему в лицо, он там не стукнул его и так далее. Вы знаете, тут кое-что нужно объяснить, потому что часть вещей, видимо, осталась за кадром, и поэтому это было непонятно. Дело в том, что мои обе дочери заканчивали университет в Канаде, поэтому, когда вы apply to university, когда вы обращаетесь, вы пишете заявление в университет на вступление, на, так сказать, поступление на обучение, то вас, как правило, отправляют на веб-сайт, на котором вы обязательно, у каждого университета канадского есть веб-сайт, и там вы обязательно увидите такие вещи, как mission, например, миссия, то есть какую цель и задачу ставит перед собой университет. Как правило, всегда на сайте есть rules and regulations, то есть то, что студенту можно делать, на что он имеет право и чего он делать не может. Вот там, как правило, всегда находятся такие вещи, которые входят в категорию, как в Канаде это говорят, zero tolerance policy. Что туда входит? Zero tolerance policy имеется в виду нижней пощады. Если ты это нарушил, ты будешь наказан мгновенно. Туда обычно входят такие вещи, как sexual harassment. Если кто-то сексуально претендует на вас, он пытается добиться от вас какой-то интимной связи против вашего желания, это категорически запрещено и в университете жестко отслеживается. Это racial issues, то есть расизм, то, о чем мы с вами говорили, про вот вонючих индусов, про вонючих шри-ланкийцев и так далее, грязных. Туда же входит, как правило, вопрос гомофобии. Ни один университет канадский не оставит без внимания тему гомофобии, будьте в этом уверены. Я просто подбираюсь к тому, что когда вы поступаете в университет, они вас отсылают на веб-сайт в расчете на то, что вы обязаны с этой информацией познакомиться. И поэтому, если ты ознакомился или ты не ознакомился, это твое личное дело, но ты должен быть в курсе о том, что если ты это нарушил, то пощады не жди, то есть ты будешь отчислен сразу, что в данном случае и произошло. Тут вот люди говорят о том, что надо было как бы понять, что парень из Казахстана, надо было войти в его положение, что он мог этого не знать и не понимать. Смысл заключается в том, что если ты поступаешь в университет, то ты обязан был ознакомиться со всеми правилами, которые существуют в этом университете. Это, понимаете, примерно как если я приеду в Бразилию, допустим, я еду за рулем, скажем, нарушая какие-то правила дорожного движения, меня останавливает полицейский с целью меня оштрафовать, я ему говорю, вы знаете, я канадец, поэтому я ваших бразильских законов не понимаю. Что мне скажет на этот бразильский полицейский? Если он скажет, а мне-то какое дело? Парень, ты знаешь, где ты находишься, да? Это Бразилия, это Бразилия. Здесь у нас бразильские законы. И если ты их нарушил, будь любезен, я тебя должен оштрафовать. А откуда ты приехал, с Марса ты прилетел или с Луны, мне все равно. Понимаете, вот это то же самое, что в данном случае нужно как бы понимать. Поэтому у многих людей из того, что я прочитал, было ощущение того, что это какой-то очень жестокий поступок со стороны университета. И особенно в частности в том, что они не вернули ему деньги. Дело в том, что это обычное правило для университета. Если они что-то нарушили, они деньги вернут. Если ты не ознакомился с какими-то правилами, и что-то нарушил, деньги не возвращаются. Таков закон. Следующий момент, который я для себя прочитал, там говорят о том, что ну это в общем не бог весть какое нарушение, поэтому парню нужно было пожурить. Пожурить в смысле в плане того, что ты так больше не делай. Он скажет, да, я больше так делать не буду и так далее. Вы знаете, вот мне кажется, что это та основная причина, по которой у нас раньше в странах, из которых мы приехали, не работали законы. Потому что ты так больше не делай, Вася. Но я так больше делать не буду. И пошел делать все то же самое. Поэтому законы никогда не работают. Здесь это все совершенно иначе. Нарушил, будь любезен, следующий шаг идет в наказание за то, что ты сделал. Поэтому как бы для Канады это как бы совершенно нормальная вещь. И разговор о том, что вот надо было как бы войти в положение, что он с Казахстана. Понимаете, в Канаду приезжают студенты, наверное, из 125 стран мира. И разбираться в каждой национальности, какие у них культурные особенности, никто не будет. Если человек приехал, скажем, ну допустим, с какой-то там голодной Африки, с какого-то там племени людоеда, что кто-то будет разбираться в их там традициях. Нет, конечно. Правильно? Следующий момент, который я для себя прочитал. Довольно интересная мысль, как мне показалось. Если я не могу сказать, что я там не люблю, ненавижу геев, мне они не нравятся, это означает, что в Канаде нет свободы слова. Нет, это, конечно, не так. Свобода слова есть в Канаде, безусловно, она есть. Другое дело, что это абсолютно разные вещи. Понимаете, если я выйду на улицу и буду говорить, что я готов там, я не знаю, уничтожать евреев, предположим, да, то это не является свободой слова. Мною будет интересоваться и полиция, скажет, парень, если так будешь дальше говорить, мы тебя просто упечем за решетку. В данном случае, когда речь идет о ненависти геем, это не свобода слова. На мой взгляд, это свобода ненависти, открытой, неприкрытой. Это свобода презрения к другому человеку, только потому, что он не такой, как ты. Вопрос, а кто дал право играть в Бога, так сказать, определить, вот я хороший, а он плохой, вот кто это разрешил. Следующий момент, который мне показался тоже интересным, что люди говорили о том, что вот это наказание, оно выглядело, ну я возвращаюсь вот к этому парню, о том, что наказание, выдворение его из страны, оно было как бы слишком жестоким. Я могу согласиться с то, что мне, для меня эта история очень печальная, я прекрасно понимаю, в каком шоке находится сам парень, в каком, так сказать, шоке находятся его родители, которые, к тому же, еще и потеряли деньги, скорее всего, это были их деньги, а не его. В отношении жестокости наказания. Вы знаете, у меня сложилось впечатление в Канаде, что зачастую это делается умышленно для того, чтобы дать урок другим. Например, я вам напомню такую историю, о которой вы, возможно, не знаете, а может быть и знаете. В 2008 году в Канаде, в Квебеке, наш мужчина, канадец, он организовал спам-компанию на веб-сайте Фейсбука, в социальной сети Фейсбук. Что-то порядка 4 или 40 тысяч человек он рассылал какой-то спам. Фейсбук подал в суд на него, и американский суд, если не ошибаюсь, штата Калифорния, присудил выплачивать человеку 832 миллиона американских долларов, что в перерасчете на канадскую валюту составило в районе миллиарда канадских долларов. Можете себе представить? Люди тогда задавали вопрос, извините, а какой в этом смысл? Если человек зарабатывает там 40-50 тысяч долларов, то даже за всю оставшуюся свою жизнь, а ему там уже лет 30, даже если он еще 70 лет будет работать, он даже, скорее всего, не сможет выплатить 1% от этого штрафа. Ну давайте посчитаем, 1 миллиард, значит 10% это сколько там? 100 миллионов, да? То есть 1% это 10 миллионов, если я правильно считаю. То есть совершенно очевидно, что человек даже 1% скорее всего не сможет никогда выплатить. То есть какой смысл был вообще накладывать такой штраф? Смысл заключается в том, что это был преподан урок, что если вы хотите стать спамером, если тебе, так сказать, приличает такая перспектива, то вот мы показываем, что с тобой будет. Ты хочешь быть следующим миллиардером? Пожалуйста. Welcome to the club. Хочешь быть миллиардером? Сейчас ты получишь по суду и будешь этот миллиард выплатить. На данный момент человек до сих пор банкрот, потому что он на работу его нигде толком не берут, где-то он что-то там, где-то какие-то работы, наверное, выполняет. Ему по суду, если даже он начнет зарабатывать какие-то деньги, ему полагается какая-то минимальная часть на то, чтобы он мог там себя прокормить, купить себе одежду, все остальные отчисления он должен будет отдавать в пользу вот этого миллиардного штрафа. Понимаете? Вот так это работает. Но закон устроен таким образом, что он таким образом может охладить умы других, желающих заниматься вот такой деятельностью. Я уверен, что то же самое имело место быть и вот в этом случае в университете. Университет не хочет, чтобы это было массовым явлением. Он хочет раз и навсегда, один раз показать всем остальным. Я уверен, что после того, как парня отчислили, на следующий день весь университет об этом знал. И всем, кому хотелось поговорить на тему, так сказать, там вонючих индусов или каких-нибудь геев, которые ему не нравятся, я уверен, что позиция стала вот такая. То есть я больше говорить ничего не буду. Ты теперь знаешь, что с тобой будет. Если ты хочешь быть следующим, то пакуй свой ранец, выходи на улицу, рассказывай все, что ты считаешь нужным, и завтра ты поедешь домой. Вот такая система. Поэтому здесь вот эти законы очень даже как бы и неплохо работают. Один раз объяснили, все поняли. Следующий довод, который я про себя прочитал, девушка вот такая нехорошая, она сдала этого парня. Вы знаете, Канада в этом смысле действительно отличается. Здесь люди привыкли так, что если это закон, если я должна соблюдать этот закон, а ты его нарушаешь, значит я должна пойти сообщить. У нас в наших странах всегда был элемент такого какого-то негативного отношения, что это стукачество. Вот она такая нехорошая, она пошла настучать. В результате у нас, как мне кажется, законы зачастую не работали, потому что все вот так вот молчат на молнии. А полиция не может вмешаться, потому что она не знает, потому что все сидят, я все видел, но никому ничего не скажу. И при этом мы потом садимся на кухне и за рюмкой водки начинаем жаловаться. Вот, ты знаешь, законы у нас не работают, вот полиция не делает своего работы. А как она может делать, если ты видел, ничего не сказал, промолчал, все-все отмолчали, все в сторонку отошли. В результате никто не предпринял никаких мер. Вот эта девушка пошла, сказала, нравится вам или не нравится. Она, видимо, была права. Но, я еще прочитал о том, что, да, вот следующий довод, который мне тоже показался интересным, человек пишет, тогда получается, что можно, это напоминает 37-й год в России, когда можно настучать абсолютно на любого, и таким образом можно подставить абсолютно на любого человека. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Эта девушка, я вам просто приведу пример, если, допустим, она пришла, скажем, и наговорила на человека, и это оказалось неправдой, смысл заключается в чем, почему человека отчислили, потому что этого мальчика, как объясняла та женщина на Фейсбуке, его пригласили, и он признался, он сознался и сказал, что да, действительно, я это говорил. После этого они разобрались, сказали, сори, ты нам подтвердил, вот твое наказание, да. Так вот, если бы эта девушка просто оговорила бы этого парня, и потом выяснила, что один подтвердил, что это неправда, второй сказал, что это неправда, сам парень сказал, что извините, я никогда этого не говорил, вот тогда начнутся серьезные проблемы у этой девушки, потому что ей придется объяснять, извини меня, ты только что подставила, серьезно поставила человека, и тогда, тогда может оказаться ситуация, что не он вылетит из университета, а она, потому что она оговорила человека, Это довольно серьезная вещь. Вы знаете, почему мне захотелось поговорить на эту тему, как любой блогер я развиваюсь. И в какой-то момент мне становится уже неинтересно выступать в качестве какого-то ментора, который сидит, такой, знаете, лектор на лекции про планету Марс. Что-то такое там умничает, вещает и так далее. Мне, наверное, скорее всего, больше интересно какое-то интерактивное общение, поэтому я решил записать вот такое какое-то послесловие к тому видео, что-то вроде, так сказать, по следам бременских музыкантов, наверное. Я буду признателен, если вы под этим видео напишите свои какие-то соображения, свои мысли, я с интересом их прочитаю, если что-то будет, возможно, мы запишем какое-то следующее видео для того, чтобы обсудить все эти доводы. А я запланировал себе через какой-то промежуток времени, не хочу ставить себе какую-то цель и задачу, потому что я могу быть занят по работе, записать продолжение темы о том, кому не стоит ехать в эмиграцию, потому что там есть целый ряд дополнительных пунктов. Но я не хочу сразу на вас это все вываливать, потому что получится, что тогда, если я начну там десяток перечислить, то получится, что вообще никуда никому ехать не надо. А я не хочу, чтобы это произошло. Ехать, если вы решили, наверное, нужно, просто, как мне кажется, нужно знать какие-то определенные вещи. Это все на сегодня, всего самого замечательного и до следующего раза. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok